Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Приветствую всех на этой утренней молитве, здесь, в парке Фиота. Благоставляю всех вас во имя Господне. И сегодня я читал, сегодня читал Слово Божье. Правда, читал я в украинском перекладе, очень поэтично, очень красиво, я восхищаюсь очень украинским языком. Украинская мова, она такая очень певучая, и Слово Божье читать одно удовольствие на нем. Но сейчас прочту на русском языке, то же, что я читал на украинском. Знаменитая вот эта 17 глава Евангелия Теана, мы называем ее еще первосвященнической молитвой, да. Слышали, наверное, многие из вас уже вот это определение, как бы это вот такое объяснение этой главы. Действительно, это молитва, молитва как первосвященника, как Господа. И, в общем-то, всю эту главу хочу прочесть и поделиться этим словом со всеми вами, друзья. Сегодня, кстати, особенный такой день, сегодня у нас 10-е ава, но в традиции, из-за того, что 9-е ава выпало на, то есть, такой скорбный день, это воспоминания о разрушении храмов и многих других трагедий народа Божьего, израильского, да, трагедии еврейского народа Библии. Некоторые здесь, ну, трагедии таких великих описаны как раз. Собственно, все эти трагедии, так или иначе, они в Слове Божьем отражены. Вот, и 9-е ава, да, в солнышном нашем календаре, в гражданском, это в разные дни выпадает. В этом году выпало на вот вчерашний день, 21-е июля 2017 года, на субботу. Ну, а в традиции такой, опять-таки, негоже поститься, как бы печалиться в день Господний, поэтому мы обычно тоже либо раньше, либо позже проводим вот эти мероприятия, связанные как раз с 9-м ава. Ну, по еврейской традиции позже, на следующий день после того. То есть, вот сегодня воскресенье, 22-е июля, и сегодня как раз вот это вот воспоминание трагедии, и в частности, разрушение храмов, так вот совпало, удивительно. Его Величество Случай, ну, правильно говорят, что Его Величество Случай, это псевдоним Его Величества Господа Бога. Оба храма были разрушены в одно и то же время, только, конечно, ну, столетия различные, разные эпохи. Да, и, конечно, вспоминая все это, да и многое другое, разбитые скрижали, там, и... Потому что от 17-го тамуза до 9-го ава вот это вот продолжается вот эта такая полоса невезений, будем так говорить, ну, грубо выражаясь так, в еврейском народе. Вот, значит, и вот эти соглядатые, которые в большинстве своем, 10 из 12, всякую ерунду говорили, и народ, к сожалению, поверил этой ерунде, и вот, да и много другого. Народ в большинстве своем чаще всего, к сожалению, верит в лжи больше. Вот так вот, не пережив духовное возрождение, просто люди обречены верить в лжи. Знаете ли, и выход, действительно, только лишь в Боге. Моисей, вот, он не верил в лжи, он любил Господа, он просто верил в Богу. В Духе Святом был Иисус Навин и Халев, они были, вот, иного Духа, действительно. Они были причастны, вот, Духу Господнему, в котором жил Моисей, преображенный такой уже Моисей. Слава Богу! Вот, и первый храм был разрушен по нашим грехам. Он описан, это описано все подробно у пророков. Я об этом читал, проводя семинар межтеснин. Это еще не только теснин, а это еще, по-русски, это еще и граница, межграница, или пригранично, как бы, или, не дай Боже, выходя за границей, Божьей этой милости, заповеди, благодати. Вот так вот. И сегодня вот такие размышления тоже о храмах и утешение. Все-таки Аф месяц этот, он, знаете ли, он имеет и праздник такой, Туби Аф, да, когда-то вообще один из самых радостных вообще в истории Израиля. Вот, праздник влюбленных. Но мы еще после 9 Афа по традиции называем Аф месяц утешитель, будем договориться, утешитель. Слава Богу! Потому что Дух Святой утешает нас потрясающе в этот месяц вообще. Как в той песне, помните, поет с еврейской, немного не в тему, но тоже об этом. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, дай нам увидеть Иерусалим. И среди уныния, среди печали, среди горести Бог дает нам радость. И радость не только, да, видеть Иерусалим, слава Богу, прекрасно это, кто утешен таким утешением, видеть небесный Иерусалим, Божий, святой град, грядущий с облаков на небеса, с небес на землю. А еще и видеть третий храм. Так вот, по традиции, суббота перед 9 ава, ее считают такой субботой мистики еврейские, что можно иметь утешение именно лицезреть грядущие, грядущий храм, грядущий Иерусалим. Восстановление, да, восстановление храма. И я благодарю Бога, всемогущего, за его утешение, потому что он дает нам лицезреть храм, третий храм, Божий, святой, третий храм, который созидается уже два тысячелетия. Аллилуйя. Которое есть тело Машеха, тело Мессии, Христа. 17 глава Евангелия от Иоанна, в русском синодальном переводе читаю. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть на всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и послан над тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне, Отче, и ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне. И они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твоею, Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены, совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне. О, потому что возлюбил меня прежде основание мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. И я в них. Аминь. Вообще, это потрясающее слово. По силе своей, по глубине. Как и все Писание, Бога вдохновенно. Но особенно трогательно эта молитва звучит, потому что мы знаем, что было потом. Потому что мы знаем, что эта молитва звучала действительно таким финалом, таким, знаете ли, потрясающим звучанием перед страстями, перед тем, как Он зашел на крест, перед тем, как Он воскрес из мертвых, перед тем, как Он вознесся на небо. Перед всеми этими событиями звучала эта молитва. Первосвященнической мы называем ее, потому что здесь Он действительно как первосвященник. Хотя Он, ну, фактически еще, ну, не... Ну, да. Да юре, будем так говорить, да. Еще не исполнял еще обязанности первосвященнические, но уже, уже исполнил вот здесь, в земной жизни, молясь об учениках своих и обо всех нас, обо всех уверовавших по слову Его. О, слава Богу. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и вот это вот блаженное единство, да будут в нас едины, как мы с тобой едины. Вот это вот потрясающее звучание, я в них, вот отец во мне, я в отце, я в них, они во мне, мы едины, настоящее единство верующих. Я молюсь об этом часто, и даже такую группу создал я, давно уже, правда, группу, и часто там публикую всякие, вещи, фото, видео, значит, и свои, и разных христианских проповедников, и братья помогают, тоже присылают, выставляют всякие там интересные вещи. Экуменизм как идеология христианского единства, вот так и назвал я, потому что слово экуменизм, оно само по себе так вот нейтрально, будем так говорить, да, это общая, значит, вселенская, всеобщая, но сейчас часто христиан пугают таким ложным экуменизмом, поддельным. Поддельный экуменизм, это, вот, знаете ли, просто смешать в кучу наших и ваших, как бы, это такое единство политическое больше, или, точнее, религиозно-политическое единство, единение, конфессионально, структурно, да, именно структурно больше. Но истина в том, что это все, на самом деле, ничто, настоящее единство, настоящий экуменизм, божий именно экуменизм. Не подделка дьявола, вот, которую вот часто вот мы на слуху так, знаете ли, слышим и видим порой, а знаете ли, настоящее божье единство, божий экуменизм, он во Христе Иисусе, он в отцовском сердце, в любви, в Его Слове, осветив истину Твоею, Слово Твое есть истина. Это потрясающе. Он, Иисус, я освящаю себя, или там в синодальном переводе, они, как бы, переводчики синодальные испугались, освящаю, они написали, посвящаю себя. Но вообще буквально освящаю себя, отделяю себя для Отца, да, что-то, и освящаю. И люди верные, верующие, святые, праведные, мы отделяем себя. Вот, это потрясающе. И вот это вот единство с Богом и в Боге, Он в нас, а мы в Нем. Вот в этом есть настоящий божий экуменизм. В Слове Божьем, которое Он дал нам, в первую очередь, это сама личность Иисуса Христа, потрясающая, потрясающая личность Иисуса Христа, которая порой даже в христианство не вмещается. Да не то, что порой, ну, положа руку на сердце вообще, и честно, если говорить, то никогда Он не вмещался в христианство. Знаете ли, тесны ему эти рамки, эти оковы. Дух дышит где хочет. Бог намного больше, чем христианство, и, знаете ли, намного больше, чем мы можем себе представить, чем даже человеческий род, чем вся наша земля, планета наша, чем вся эта вселенная даже. Бог намного больше. И Иисус, Иишуа, Джизус, Иса, люди разных национальностей, разных конфессий, динаминаций, разных народов, племен, наречий, с благоговением взывают к Нему, Его имя произносят, и благодарят Бога за дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Потому что действительно возмездие за перехсмерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И еще слово сегодня, я вот планировал как раз в церкви сказать, поделиться у нас, так не получилось сегодня, не получается, но, знаете, значит, слово о том, что действительно, когда Иисус уходил, Он сказал, что кто уверует в Меня, погрузится в Меня, да, и, значит, пропитается Мною, будет спасен. Кто уверует в Меня, и, значит, как здесь, там, в переводе сандальном, да, здесь уже капает. Сегодня так дошливо, в общем-то, ночью был дождь такой сильный, и сейчас утром опять дождь. Я хочу еще кое-что прочесть. Немного задержу ваше внимание. Окончание Евангелия от Марка. Хочу прочесть слова 16 главы, с 15 стиха. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать все изнамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Аминь. Вот это потрясающе. Баптизу, по-гречески ведь написан был Новый Завет. Ну, вообще-то, еврейские апостолы, но писали на греческом языке, чтобы вся Айкумена, тогдашняя, не будем так говорить, вся Вселенная, тогдашняя необитаемая, цивилизованная, могла это слово принять и услышать, и принять. вот так вот. И баптизу, значит, погрузиться, пропитаться, пропитаться, вот тем, во что-то погружаешься. Пропитка, вот такое выражение, сейчас в христианстве есть. И действительно, наша пропитка Господом, Богом совершается, в нем именно совершается. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасительный мир, всем вам, дамы и господа, братья и сестры, дочечки и сыночки любимого нашего папочки, братья и сестры, дорогие мои, наш небесный отец, благ и милости, и никто не благ, а только лишь Бог наш. Аллилуйя. Он любит всегда. И еще под занавес скажу так, потрясающе, сегодня тоже размышлял так, на молитве на утренней, и вот те слова вспомнил. В октябре еще месяца, по-моему, ну осенью, осенью здесь же вот, жил как раз на Киото и, значит, получил откровение осенью, да, по-моему, в октябре, потому что как раз я в октябре как раз этим словом делился у себя в церкви, а как раз я вот, получив это слово, я вскоре, ну я, ближайшие же служения, я как раз уже и делился у себя в церкви этим. три слова было, тогда мне было очень печально, очень было тяжело, очень трудно, мы все порой проходим какие-то трудные вещи, трудные жизненные такие ситуации, я очень Богу благодарен за то, что когда даже трудно и тяжело, и горько, и печально, Он с нами, Он утешает нас, и Он в нас пребывает, и Его присутствие еще больше и больше, просто, не знаю, ощущается как-то, Его благодать увеличивается каким-то образом удивительным, и тогда вот, особенно за детей своих, очень тяжело, я вот так болел, физически будем так говорить, молился, и очень было тяжело, очень было плохо мне тогда. Зять тогда был в отступничестве, пьянки, гулянки, избивал мою дочь, свою жену, вот, дочи и наш внук, они сейчас живут у нас, до сих пор, да, живут у нас еще, и, значит, взять, слава Богу, по милости Господне, после того, совершилось чудо, действительно, Бог коснулся его сердца, такие, значит, очень сильно, так вот, и Он на реабилитации был в Воронеже, потом на реабилитации в Тульской области, и сейчас на адаптации находится, и я Богу благодарен, что восстанавливается человек как служитель, вот, и служит, служит в центре славы Господу, служит людям, теперь, зависимым, алкогольным, там, наркотиками, он служит им, слава Богу, это хорошо, но тогда пройти это было очень тяжело, честно говоря, вот, даже думал, думал, лучше бы меня бы избили бы там сотни раз, но чем вот, дочь мою, и, знаете ли, это самое больное, когда вот так вот дьявол трогает наших детей, внука, да, потому что я когда приехал, посмотрел, внук, в такой травме, такой психической, психологической травме, вот, дочь, молился, и, знаете, вот три слова я получил здесь осенью, на Киото, первое, что я люблю тебя всегда, твой небесный папа, папочка, потом, я искупил тебя, твой брат Иисус Христос, и третье слово, я всегда с тобой, Божий Дух Святой, это было прямо во сне, я спал, и под утро, ну, еще темно, я даже не помню, еще ночью было, темно было, вот, значит, и я просто чуть не грохнул, ну, с ладушки, на которой спал, знаете, просто, и тут же встал, тут же записал все, эти слова, молился, размышлял об этом, и просто Бога благодарил, я был просто в восторге, от его, этого чуда, он меня утешил, вот так, как никто не может утешить вообще, и я вот так говорю, и вскоре же, на ближайшем же служении, у нас здесь в Киеве, на Кловской, я делился этим словом, поделился, вот, и люди многие приняли, потом я снова делился, и снова делился, вот сейчас с вами делюсь, я люблю тебя всегда, твой небесный папа, папочка, слушай, папочка, ну, на самом деле, многие христиане сомневаются, стоит ли Богу называть папочкой, я говорю, и стоит, и не стоит, и те, и те правы, по своему правы, вот, если Дух Святой на нас, да, вот, если мы уверовали в Господа, называем его папой, да, своим отец, отче наш, ну, по-славянски так вот, отче, хотя очень созвучно это с отчимом, это не очень хорошее такое сравнение, такое, да, вот, поэтому мне не нравится, мне не нравится, честно говоря, славянский такой оборот, вот, но отец, папа, вот именно таким образом, да, но когда Дух Святой поселяется внутри самого человека и переполняет его, крещение в Дух Святой совершается, Духом Святым, то Дух Святой, живущий в нас, уже верующих, он тогда взывает не просто папа даже, авину, да, а ава, папочка, папуленька, папенька, на украинском есть татусе, поэтому, чтобы не сомневались, вот, те, кому кажется это фамильярностью, то не в обиду будет сказано никому, сейчас я, ну, просто говорю, что есть, за что купил, за то продалкивается, откровение, такое, от Бога, через Божье Слово, через Библию, вот, когда, есть такое огорчение некоторое, такое помрачение немного в сердце, да, когда вы слышите, что Бог папочка, не беда, не страшно, просто, возопите к Богу, скажите, Бог, я хочу, чтобы ты жил не только частично во мне, не только на мне, Дух Святым, но во мне, примите Духа Святого, примите Духа Святого Утешителя, и Духа Святым молитесь, креститесь в Дух Святой, погрузитесь в Него, и тогда Дух Святой сам будет вопить из внутри вашего, из сердца вашего, Ава, Отче, Ава, это значит, по-русски, папочка, папуленька, папенька, татус, украинская, татус, татусем, Аллинуя, я люблю тебя всегда, твой небесный папочка, Папа, я искупил тебя, твой брат Иисус Христос, я всегда с тобой, Божий Дух Святой, вот эти три слова, они перевернули все мое христианство, всю мою жизнь, я очень Богу благодарен за это утешение Его, сверхъестественное утешение, благодарен Богу. А, вот здесь как раз отец Максим звонит, все, с Богом, с Богом, господа, братья и сестры.